Привет, друзья! Я обещал, там, коммент прокреплённый сделал в одном из прошлых роликов, что в следующий раз постараюсь сформулировать, что такое гениальная научная теория, какие критерии там могут быть. Ну, это теория, в которой логически, непротиворечиво отвечается на очень много противоречивых вопросов. Ну, конечно, это логически непротиворечивое на многие вопросы отвечающее. Ну, как, например, Е равно МЦ квадрат. То есть лаконичное, компактное, непротиворечивое, отвечающее сразу на многие противоречивые вопросы. То есть там есть некая внутренняя основа, стержень, понятный, ясный, объясняющий, который как бы на ум ложится и на душу ложится человека. И вот эта теория научная, которая может быть проверяемая, то есть которая открывает нам закономерности, свойства различные и причинно-следственные связи, которые можно проверить в эксперименте. Чем она отличается, например, от того, тоже компактно отвечается на многие вопросы, но не научным образом, например, такой фразой. На все воля Божия. Она же отвечает на все вопросы. Но она отличается от научной теории, потому что научная теория, она в эксперименте проверяется, то есть в тех же самых условиях это событие повторяется. Ну, например, если вы создаете те же самые условия с веществами или с обстоятельствами, то там происходит повторение результата. Поэтому научная теория, она дает прогноз гарантированный. Поэтому не на вере только создаются самолеты. Ну, нет же там, была вера в сказках о скатерти-самобранке, да, или, например, о ковре-самолете. Но не на ковре-самолете же летают, а с помощью самолета с мотором. А вот эти крылья и мотор вычисляются именно из научных пониманий, которые проверяются экспериментом. Поэтому в науке, еще раз повторю, это компактное, четкое формулирование, понятное, доступное понимание, ответ, в котором содержится раскрытие многих противоречивых доселе вопросов. Чем больше противоречивых вопросов охватывает наука, теория, чем больше противоречивых вопросов там разрешается логически, в какой-то точке зрения, в концепции. Вот эта теория является гениальной. Чем шире, чем больше, компактно, логически, непротиворечиво решается проверяемо, да, тем гениальнее теория научная. А вот сказать на все воля Божия, воля Божия, ну, конечно, так на все можно ответить. Ну, почему погода плохая, на все воля Божия, почему ты несчастный стал, на все воля Божия, да, ну, это же не ответ, на этом ничего не сделаешь. А вот наука, поэтому, она отличается от религиозной картины мира. Она отличается тем, что она дает прогнозируемый, гарантируемый результат. Это две разные картины, научная картина мира и религиозная картина мира. Религиозная картина мира помогает во многом. Там очень много обобщений, да, которые вот, ну, как в стихах, понимаете, там стихи же тоже отличаются от науки, чем вот поэзия. Потому что там в звукописании, в стихосложении уже заключены такие пласты, отношения, которые научно не сформулируешь. Ну, к каждому предмету есть свой, так сказать, подход. Вот такие дела, друзья. В следующий раз расскажу, что профессор Полилов, мой друг, технарь, написал мне в ответ, прочитав книжку «Метод ключ от комнаты страха твоего мозга», «Заставь стресс работать на тебя». И там есть стихи у меня. Он ее, прочитав, написал в ответ, он пытался их рифмизировать. Он же поэт, он технарь, и одновременно поэт очень хороший. У нас там на YouTube-канале, посмотрите, есть там встречи с интересными людьми, проявились, откройте. И там с Полиловым, с профессором Полиловым беседуем. Да, и вот он написал, он пытался отрифмовать мои стихи, потому что они немножко на белый стих похожи, мои стихи. Он пытался их отрифмовать, и там написал, слушай, я старался, старался, и вдруг я увидел, что нельзя этого делать, потому что у тебя, говорит, стихи без рифмы как бы. Ну, там как-то видна суть, говорит, а я, говорит, попытался отрифмовать, и что-то там пропадает, какой-то сигнал пропадает. Ну, он такой хороший, Полилов у нас друг, профессор, да, и поэт одновременно, и технарь, монографии пишет, и в истории машиноведения работает, да. Вот, послушайте, я в следующий раз прочитаю то, что он мне написал. Я у него взял разрешение, могу я ролик сделать с твоим критическим комментарием к моим стихам и попыткой их исправить? Он говорит, да, конечно, делай, что хочешь. Вот такие у нас друзья. Обнимаю всех. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok